Добрый день. Хотелось бы подвести с вами итоги уходящего 2017 года и узнать какую-то статистику о пожарах, о стихийных бедствиях. Вот по сравнению с прошлым годом у нас меньше, больше стало вот таких вот происшествий. По этому вопросу мне хотелось бы отметить, что в целом 2017 год запомнился положительными характеристиками по показателям. По пожарам у нас зарегистрировано снижение количества пожара на 4,2%. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года с 862 до 826. В текущем снижение погибших на пожарах людей на 27,1%. Также у нас этот год характеризовался работой на водоемах. И по происшествиям на водоемах у нас по сравнению с прошлым годом, к сожалению, осталось на том же уровне. Тем не менее, уже в этом году, к сожалению, у нас погиб один человек и спасен один человек. Поэтому я считаю, что основные характеристики этот год мы закончим с положительным результатом. Лето было достаточно прохладным. Может быть, от этого пожаров стало меньше или по каким-то другим причинам? Ну, в целом я считаю, что все те характеристики, которые влияют на количество пожаров, все-таки в первую очередь это человеческий фактор. И считаю, что в этом году была проведена более массированная такая профилактическая работа, просветительская, среди населения, среди детей, школьников, что все в комплексе позволило сократить пожары. Лесных пожаров в этом году не допущено. Я думаю, профилактическая работа имеет большое значение. Вот сейчас, в преддверии зимнего периода, хотелось бы у вас спросить, какие опасности несет нам наступающая зима, может принести наступающая зима, и какие профилактические мероприятия проводят сотрудники МЧС для предотвращения всяких проблем у граждан? В связи с этим я бы определил четыре основных циклических риска, которые имеют место в преддверии зимнего периода. В первую очередь, это, конечно, выход людей на лед, то есть риск угрозы гибели на льду. Второе, это в связи со снижением температуры, разницы температур, аварий и происшествий на коммунально-энергетических сетях. Третье, это у нас по территории области проходят две федеральных автомобилитерасы, М5 и М6, и также возможны случаи ухудшения погодных условий или каких-то дорожных транспортных происшествий, заторы, где люди могут попасть в беду, особенно когда будет мороз. И четвертое, нельзя не сбрасывать со счетов, это, конечно, техногенные пожары, которые у нас происходят в течение всего сезона, но тем не менее, опять же, с изменением климатических условий, понижением температуры, население начинает пользоваться электроприборами, повышается нагрузка на электрические сети, и все это в комплексе, к сожалению, дает угрозу возникновения пожаров. Что касается выхода на лед, это не только рыбаки, это еще и дети. Вот как предостеречь тех и других от происшествий? Каждый год в итоге у нас проваливаются люди туда, что же вот, наконец, им такого сказать? Может, надо брать с собой веревки какие-то? Что надо делать, чтобы не попасть в такое положение затруднительное? Ну, действительно, с наступлением холодов, я считаю, это нормальное явление, когда люди устремляются ко льду, отдохнуть на реке, где-то, к сожалению, там, где и не рекомендовано отдыхать. У нас лед становится, так скажем, окрепшим, и выдерживает человека, по статистике, это более 12 сантиметров. И когда он уже доходит до такого состояния, мы это на сайте вывешиваем, проводим так же, доводим до населения. Второе, это нельзя ни в коем случае выходить на реку, где, возможно, полыньи, и приближаться к ним на близкое расстояние. Опасный лед, это когда он находится под снегом, потому что сверху первое впечатление, что он толстый, но под слоем снега может быть неокрепший лед и доходить до 5-7 сантиметров. Особенно это угрожает рыбакам. Лучше по льду проходить там, где уже кто-то прошел, где-то определены места. У нас в Рязанской области существуют переправы для автомобильной техники и пешеходные. Это в Шиловском районе, в Касимовском районе. И лучше, конечно, переходить реки там, где определено места переезда и вся безопасность, она сохранена. У нас, например, сейчас взято под наблюдение 40 мест рыбной ловли. Но вот если все-таки что-то случилось зимой, допустим, в декабре, январе, феврале, идет человек, увидел какого-то замерзающего человека, ну не знаю, пьяный, подскользнулся, или того же утопающего во льду, первая помощь какая должна быть в таких случаях? Как согревать, как вызывать? Кого? В первую очередь я бы порекомендовал населению нашей области позвонить в службу спасения по номеру или 112, или пожарно-спасательную службу 101. И в дальнейшем принять меры к спасению человека. В первую очередь нужно подумать о себе, не бросаться на помощь, что может привести к гибели обоих, утопающего и спасающего. Нужно оценить обстановку и, имея подручные средства, оказать помощь утопающим. У нас были уже такие случаи, и в том году дети спасали, когда взяли деревья сухие, подали и вытащили. В этом году вот уже у нас был случай, когда рыбаки спасли своего товарища, который попал в полынью. Они, значит, что сделали? Взяли веревку, привязали одного, и второй пополз и вытащил этого вот утопающего. Поэтому нужно без паники, в первую очередь, оценить обстановку и с помощью подручных средств оказать содействие. Ну вот опасность сохранится еще и в понижении среднесуточной температуры. Также просто ежедневно, выходя на работу, приходя домой вечером, можем столкнуться минус 25 градусов, минус 30. Вот как-то вы будете поддерживать людей в этом случае, согревать их своим чаем, как в прошлом году вы варили кашу? В этой связи я хочу отметить, это не только Главное управление МЧС России занимается, но и особенно волонтерские движения, добровольческие движения в Рязанской области, а также администрация, социальные органы власти. И мы действительно проводим совместные такие мероприятия с Министерством социальной защиты, опять же с волонтерами, которые помогают, так сказать, в обслуживании населения. И в этом году мы также будем в случае необходимости оказывать помощь людям. Ну, в первую очередь, просто мы имеем на вооружении полевые кухни. Мы предоставляем людей, предоставляем свои кухни, ну, а самим, так сказать, чаем, самим кашей, как вы отметили, это помогает администрация города, помогают неравнодушные у нас бизнесмены есть, которые готовы, так скажем, выделить для этого средства. Поэтому мы, как правило, проводим эти акции именно в местах, где имеются те люди, которым необходима помощь. Что касается водителей, которые на дороге столкнутся с трудной ситуацией, например, в метель, в холода, застрянут действительно в пробке, как это бывает у нас каждый год, будете ли вы им оказывать какую-то поддержку, чтобы там вдруг у них закончится бензин, чтобы они не замерзли там с голода, с холода? Ну, в первую очередь, я хочу опять же начать с оповещения. У нас в Центре управления в таких ситуациях установлена радиостанция с дальнобойщиками. И при прохождении всего нашей территории мы с ними ведем переговоры, проводим профилактическую работу, предупреждаем. Дальнобойщики, как правило, идут навстречу. Если пробка оказалась впереди, они сообщают нам или своим таким же водителям, как они и мы, останавливаем с помощью ГИБДД, не допускаем затора вот в этом месте. А люди у нас останавливаются на пунктах обогрева, которых у нас также стационарных 35. мы учли их и заключены с ними договора с руководителями этих кафе, автозаправочных станций. А также имеются два мобильных пункта обогрева, о которых мы с вами уже говорили. Пункты обогрева эти включают в себя, в первую очередь, тяжелую технику, которая способна освободить дорогу и дать возможность двигаться дальше. Затем, та же полевая кухня, палатки. в палатках, если необходимо, можем организовать отдых, медицинский пункт. Особое внимание сейчас вот в наших современных условиях уделяется зарядке мобильных телефонов. Ну и в этом году такую небольшую, небольшую вам скажу новость, которую мы, главное управление, ввели, и сейчас я бы хотел сказать, немножко даже принудили главмуниципальных образованием взять на учет вдоль федеральных трасс всю тяжелую технику. Взятие на учет всей тяжелой техники, я считаю, приведет к тому, что мы иммунизируем время, когда будут люди находиться в таких тяжелых условиях. А что касается пиротехнических средств, это еще одна проблема зимы. Что необходимо знать гражданам при обращении с этими красивыми, но опасными объектами? Продажа пиротехнических изделий, как правило, осуществляется в местах определенных и создающих условия по недопущению пожаров и каких-то травм. Совместно с органами внутренних дел сотрудники главного управления проводим рейды уже по профилактике этих нарушений, по недопущению торговли несакционированной продукцией. Что касается тех людей, которые незаконно осуществляют реализацию этой продукции, что им может грозить? Вот решили сейчас, допустим, заняться таким бизнесом, но может быть, они неправильно хранят, неправильно используют, неправильно продают эти фейерверки? С целью недопущения нарушения торговли продукцией предусмотрены меры административной ответственности в соответствии с кодексом областных правонарушениях. Так вот, например, по части 1, чтобы мне не ошибиться, штраф на граждан до 1,5 тысяч рублей, на должностных лиц до 15 тысяч рублей, а на юридических лиц уже до 200 тысяч рублей. По части 7, 20.4, неисполнение производителем обязанности по включению в техническую документацию информации о мерах пожарной безопасности при обращении с ним штраф влечет на должностных лиц 20 тысяч рублей, на юридических 100 тысяч рублей. В рамках недопущения травмирования людей при проведении фейерверков, при проведении салютов правительством Рязанской области выпущено распоряжение, где определены проведения фейерверчных мероприятий в праздничные дни. И я бы хотел это довести до населения. Это будет проводиться на территории, расположенной в районе дома 51-2 по московскому шоссе Бульвар Победы 1 января в 0 часов 45 минут, на площадке перед Дворцом культуры Привокской 1 января в 1 час 45 минут, на площадке перед Культурно-Досовым центром октября 1 января в 0 часов 45 минут, и на площади Победы 1 января в 2 часа ночи. Я приглашаю всех жителей города Рязани посмотреть на это прекрасное шоу, мероприятие, которое будет проведено с соблюдением всех мер безопасности. Хотели бы Вы что-то еще пожелать нашим телезрителям в преддверии Нового года, зимних холодов? В первую очередь хочу поблагодарить Ваш канал, Ваш средство массовой информации за ту работу, которую мы совместно проводим для того, чтобы довести моменты поведения в новогодние каникулы до населения. Ну и от себя лично, от главного управления МЧС России по Рязанской области хочу поздравить жителей и гостей Рязанской области с наступающим Новым годом. пожелать здоровья, успехов, ну и чтобы не попадать в трудные ситуации, если уж попали в трудную ситуацию, уметь из нее выйти с достоинством и, конечно, берегите себя, родных и близких. Ну а в преддверии Дня спасателя, который у нас отмечается традиционно 27 декабря, я хочу поздравить ветеранов и действующих пожарных спасателей с этим наступающим праздником. Также им пожелать здоровья, терпения и чтобы, конечно, поменьше было работы, но она, если есть, то мы выполнили ее с честью. И поверьте, что система МЧС Рязанской области пожарные спасатели готовы к выполнению любых задач, которые перед ними стоят. И в первую очередь это спасение людей, попавших в беду, в трудных условиях, и спасение материальных и культурных ценностей. Поэтому всем добра, успехов и благополучия. Спасибо вам, что вы пришли, желаем вам спокойных все-таки каникул, спокойной зимы, и чтобы все проходило так, как надо, чтобы вы везде успевали, а люди оставались как можно чаще целыми и невредимыми. Спасибо большое, вам также успех. Это была программа «Городские встречи», увидимся с вами в эфире или на нашем официальном сайте «Город62.tv». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова